вот возвращается наша героиня потому что они включили типа тревога чтобы я вышла и когда начала задавать вопросы они включили тревогу и все не дали мне был просто монолог рассказывала и кстати 229 вагонов сколько? 229 у нее пришло еще 100 тонн уже когда-нибудь да да не за что вы понимали вагоне это если хорошо груженый то что 50 тонн ну это смотрите это 200 металлов ребята ждали тревогу за подъемность 60 формат общения ну 60 вы это общение слушаете меня, да? не, она меня толкала ну там где мы в дверь заходи на меня специально там я говорю ну пока аккуратненько ну она же такая с детства она же с детства училась себя так проявлять себя защищать ну она соответственно ну она совершенно не квалифицирована не соответствует вообще занимаемой должности на мою просьбу разговляти на державном мове потому что вона повинна на ней разговляти как посадовая особа такого ревня она повинна была скласти испык из знания державной мовы это одна из умов чтобы занимать эту посаду вона не смогла разговляти на державной мове и сказала что это не за потребность я тут кто накажет на мове агрессора такого ревня службовая а это снимали эти люди нет? нет так а скажешь журналисты там какие а на диктофон не записывали нет? слушайте они на меня накинулись себе журналисты на диктофон не записывали они не дали кстати я хотела фиксацию ввести тоже не разрешили али записывайте от руки на диктофон набор а они потом типа это якобы разглашение информации какой-то важной так а что за информация хоть была? ни о чем ни о чем 229 то есть документов никаких не предоставили? нет я просила акты они просто закрывали рот но они постоянно перекрикывают на работу все журналисты тоже на меня то есть это какие-то были непонятные но они же приехали с ней на машине ну какой независимый журналист приедет в машине с чеком который обязан ответить на вопрос а какие у тебя были агентства журналистские? я просила представиться фамилии записать может стоит здесь озвучить по улице да очень вовремя была включена сирена для чего? она через минуту и пропала правильно? я начала задать вопросы они включились ну все я вышла а почему-то никто не выходит 10 минут назад ну вот и кстати они не спустились они просто захотели чтобы то есть только у вас что я не приеду на контакт не идет да? у меня вот ссылки какие вопросы какие я хотела задать как бы ссылайся на закон все только в рамках нашего законодательства и мы как граждане Украины имеем право задавать эти вопросы это даже наша прямая гражданская обязанность задавать эти вопросы то есть журналисты даже поддерживали ее как бы накидывали но если не задавала только вопрос вообще я одна журналистка и в этом ни о чем да ну это просто это был монолог и в основном выступал старух злати он вообще практически ну как бы ну чтоб не ляпнула глупость какую-то да вот так вот а на вопросы я ей когда начинала задавать уже в коридоре когда меня специально вывели она мне сказала кто ты такая чтоб я тебе отвечала я говорю ну вы же меня пригласили для этого давайте нормально как люди нормальные цивилизованные пообщаться а еще меня хотят обвинить что я типа собрала говорят кто это такие данные быстро про каждого люди гуляли просто и все увидели так мы готовы мы живем за хорошее ну вот на контакт нет да это бесполезно вот вопросов нет так же я так понимаю на волонтерах они рассказывали какие-то цифры что они кормят ВСУ и беженцев они полностью обеспечивают вот и больницы они полностью обеспечивают и детскую область и детскую область сказали что уже полностью хотя у меня есть подтверждение ну у меня есть человек который с чеками конкретно заниматься лечением детей еще такой момент я просила тоже подтверждение разрешения на разрешение публикации фото детей которые пострадали родители потому что там есть не совсем фотографии которые можно я считаю выкладывать согласно законодательству нарушение прав людей вот и опять же есть расписка но я знаю что я знаю кто их лечит просто и тоже хотела его пригласить но и вот категорически позже успевали поэтому я считаю что нам надо организовать какую-то именно встречу такую на территории волонтеров кто действительно помогает спасает в норме был Василий Мушаров был так вот он себя вел потому что он же волонтер первый от запоростали он спросил куда можно звонить людям для получения гуманитарки вот и попросил разобраться с российскими предприятиями вернее у нас здесь с предприятиями которыми окончательно находятся бенефициары в России и все вот это никакой речи про гуманитарные про объемы как это все у них взаимодействие я не услышала давайте со мной договоримся подъедем у нас получится в среду да да мне выражались в том что я хочу это все огласки дать подъехать с вами вот те с которыми вы работаете волонтерские вот именно вот люди кто действительно каждый день участвует ты и Даша ну тут очень много людей что вы скажете нас о среде Марина да 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 мы вместе потому что Марина как раз достает очень много через волонтерские центры через организации за границей поэтому у нас тоже да увидеть наличие вообще чего-либо я так поняла они встретились раньше это для меня была информация на 17 00 просто закрыть рот а до этого они встречались где-то ездили якобы что-то там снимали но опять же таки нас был друг были другие изначально договоренности а получилось совсем все иначе ну в принципе я предполагала но я не могла не прийти потому что это было было ну выглядело бы должны были прийти позицию да я подтвердила что мы все-таки готовы задать вопросы мы наверное в официальном тоже можно да там сми чтобы пусть они нам я спросила почему человека месяц не было в стране она сказала что она занималась отправкой гуманитарной помощи формирование ну вот выясняем ну я не понимаю процедуры отправки если совершенно другое зам говорил по процедуре получения здесь какое ее участие в отправке я до сих пор не могу понять я задала вопрос она мне на него не ответит она не знает даже посадовую инструкцию свои права это угол то есть полное несоответствие да тем более еще был такой вопрос я хотела задать по поводу почему зная нашу ситуацию у нас же еще когда да предупреждали на вализе будто до войны почему до этого зная ситуация тем более это мы меньше знаем да мы в последний момент узнали но я думаю военная администрация знала что могут быть боевые действия какие-то да в нашей стране война начаться почему заранее почему заранее заранее не были обеспечены пункты населенные стратегическими запасами лекарств там на месте потому что проблема логистика почему они не были обеспечены лекарствами продуктами питания значит еще момент они смеялись что им передали какой-то там много чипсов и кока-колы это вообще не смешно сейчас типа что мы будем есть кока-колу чипсы пить кока-колу чипсы пить кока-колу чипсы не смешно все это по большому счету превратилось в цирку это цирка а ракция показуха правда цирка нет ребята ну то что мы уже здесь вместе оказались раззнакомились и будем дальше как-то координировать наши действия провоцируют чтобы они действительно максимально предоставляли помощь я уже считаю это будет большая победа это надо звучать в письменной форме надо звучать правильно я хочуica не знаю мое мнение что надо ни ин запросы отправлять запрос им и компbins администрацию президента по делай они там всю быстрее думают запрос и копия нет компания в risque даже не запросы но мы хотим встретиться на съемку Да, мы вопросы, которые хотим, мы обозначим, подадим количество людей, которые хотят присутствовать на встрече, чтобы они провели согласно их мероприятиям, аккредитацию, и по этому плану будем действовать. Мы думаем, что в ближайшее время, день-два, это все составим и сделали. Я считаю, что все равно надо скупее и туда выше, они только боятся тех, кто выше. А мы всегда так и делаем, мы и туда, и туда отправляем. Потому что так они нас дадут. Мы с этими ребятами, они уже пожены, знаем, как с ними общаться. Поэтому давайте мы на связи всех, звонимся и скажем. Да, Юлечка, вам огромная благодарность за вашу такую позицию. Мы уже там наобещали путь. Все нормально, мы с вами, не бойся. Всего хорошего. До встречи. Вот так, друзья. Видите, это небоедушие люди, которые делают все, что нужно для того, чтобы наша страна как-то выходила из этой трагической ситуации. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...